Колькость членов профсоюза у коллективе, организация работы по охове працы, социальное партнерство, потребование до усих профсоюзных первичек однольковое, али отповедателям отремляется пеш за все там, где коллектив сгуртованы, а экономичные покажчики становчие. Добрский фарфоровый завод в этом сенте один из лучших прикладов. Правда, до поспеху пришли не одразу, и шлях это оказался непростым. Когда в 2006-м вы решили почать модернизацию, то за новую пешу необходимо было заплатить сродки, суправнальные за всем статутным фондом предприемства. У вынеку неудачи Добрский фарфоровый став был банкрутом, али ризык оказался оправданный, и уже в первый год эксплуатации нового обсталивания с поживания газа снизилось омально 60%. Закономленные сродки дозволили реализовать новые инвестпроекты, и теперь завод один из ведущих вытворцев фарфоровых вырубов у СНД. У розные месяцы Добрский фарфоровый завод накировывает на экспорт от 65 до 80% вырубляемой продукции. Сирот партнеров Румыния, Германия, Ливан, Азербайджан, Казахстан и, зразумелая Россия, на белорусско-российском форуме, який в этом месяце прошел в Сочи, заключен ящий контракт на наступный год. Его кошт 160 миллионов российских рублев. Добрский фарфоровый протеянство, якое не проводит так званую оптимизацию колька сепрацующих, а навод набирая новых работников. Вытворчая поспехи тут у Вогли становящим чином отбивается надеянность сепрафсоюзной организации и реализация социального пакета. У местовой первисты кажут, что готовые у Вогли займаться усими пытаниями, якие хвалюют работников. Навод, коли это тачится, у сего некаких человек. Ко мне обратилась одна наша работница, она сама не до Брушевской, она с Ажгуни, это недалеко деревня. И она попросила, нельзя ли сделать так, чтобы маршрут транспорта, который она добирается до работы, пролегал вот мимо фарфорового завода, потому что маршрутка заезжала через другую часть города, и ей еще нужно было пешком там как-то добираться до самого завода. А все, я позвонила, договорилась с начальником автобазы, поменяли маршрут, и теперь всем удобно. Раз в некольких годин правосоюзная первичка Добрского фарфорового отрымливает диплом переможца областного огляда конкурса. По словах организатору, вызначить лепших все это у Вогли было непросто. Зараз у Гомельской в области 3500 первичных организаций, а выбросить необходимо было только по одной ухоженной глине. У вынеку сирот лепших профсоюзная организация середине школы номера 11 города Светогорска и Белорусского метрологичного завода, Управление внутренних справ Гомельского аппарата Канкама и Гомельской меблевой фабрики «Прогресс». При этом у областного объединения профсоюза звертают увагу на той факт, что колькость первичек повеличивается, все это створать их, почти навод на шмат яких приватных предприятиях. Все больше люди убеждаются, что необходимо, чтобы была организация, способная прийти на помощь, помочь, где-то подсказать, где-то необходимо и защищать. Я имею в виду и в юридическом, и в правовом плане. Поэтому, наверное, и вот те процессы, которые проходят по реформированию экономики, они тоже подталкивают. Я могу привести немало примеров, когда в частном бизнесе уже появляются стабильные, причем самое интересное, со стопроцентным охватом профсоюзным членством. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадио компания «Гомель» с Добрушем.